У меня три ветерана здесь. Отец Черноморскому фрунту отдал 40 лет без угречной службы. Ветеран войны, ветеран Черноморского фрунта, участник боевых действий. Вместе с Елисейевым прошел всю войну. Его старшая сестра, подпольщица, спасала фрагменты панорамы в насажденном городе. За два месяца их выловили из Топа. Предатели здесь были. И за два месяца до освобождения Севастополя всех расстреляли. И вот она числится в списках расстрелянных подпольщиков. Совет ветеранов передал в музей героической обороны Севастополя. И там ее список, она в списке числится, расстрелянная. Но Гуцов вот здесь у нас есть, такой Зеленчук, у которого криминальная автобиография. Три убийства только то, что мы знаем по Севастополе. Бандера здесь. Он зачеркивает ее, значит, ходы из списков. На мемориале она не числится. Хотя останки ее вместе со всеми расстрелянными подпольщиками. Я вот воюю три года, понимаете. Уничтожили подлинные в странах и фотографии. Научные сотрудники музея Ярмена. Я вас перебью, извините, но давайте ближе к тому, что сегодня здесь, сейчас услышали от президента. Вы знаете, мы очень рады. Мы были 23 года под емом вот этим страшным. И приезжал сюда Кураев и говорил, мы охраняли императрицу. Он говорит, у меня такое впечатление, севастопольских, россиян, сложилось, что они здесь с кляпом во рту. Истинно мы были. 23 года с кляпом во рту. Инструкции на медикаменты. Везде, куда на суд не пойдешь, везде надо переводчиков. Иностранцы приезжают с переводчиками. А нас дураками, дебилами, быдлом сделали здесь. Хватит. Мы так устали от этой жизни кошмарной. Спасибо. Мы счастливы, что Россия вернула нас к себе. Мы рады. Мы очень ждем, чтобы нас только с Россией ликовать и радость. Безумно. Этот день такой ощущением счастья, я не знаю, в разных странах. День победы. День победы и рождения первого ребенка. Все, это полезно.